На форуме работало пять дискуссионных площадок, подытожили их работу на пленарном заседании. Проблемы обсуждали политики, бизнесмены, активные молодежь, больше 700 заинтересованных в развитии региона Данчан. Задача вот такой площадки, как гражданский форум, объединить усилия под основные стратегические задачи, усилия некоммерческих организаций, гражданского общества, бизнеса и власти для реализации перспективных стратегических направлений. Важная тема форума – привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг. Также говорили о возможностях общественного контроля, проблемах ЖКХ, социальном предпринимательстве. А потом посмотрите, сегодня ведь до всего я сделал гражданскому обществу. И что за тарифы, и какая среда доступная для людей с ограниченными возможностями. И возьмите экологические вопросы. Поднимали очень серьезно проблему, если говорить о Ростове, реке Тимирник. Последний вопрос обсуждался на экологической площадке. Как и строительство мусороперерабатывающих заводов, гражданский форум дает реальные результаты. Например, на первом в 2013 году появилась идея привлекать активных жителей области к обсуждению законов. И после был принят закон о гражданской инициативе. Очень важно, что любой житель Ростовской области может выдвинуть законодательную инициативу через соответствующий инструмент обратиться к жителям области, набрать необходимое число подписей. И этот вопрос становится обязательным для рассмотрения законодательным собранием и правительством области. Девиз третьего гражданского форума «Инициативное общество. Успешный регион». Власти ждут предложений лидеров, активистов, неравнодушных людей и готовы с ними работать. Галина Горлова, Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.